Аудиокнига Джованни Бокаччо, Декамерон. День шестой, повесть седьмая, читает Мария Соловьева. Донну Филиппу муж застает с любовником, на суде она, благодаря находчивому и остроумному ответу, избавляет себя от наказания и дает повод для того, чтобы изменить закон. Фиметто умолкла, а все еще продолжали смеяться над своеобразным доводом, который привел с кальца в доказательство особой родовитости барончи. Наконец королева велела рассказывать филострата, и он начал так. Достойные дамы. Весьма похвально проявлять красноречие при любых обстоятельствах. Однако ж, по мне еще похвальнее уметь проявлять его в нужных случаях. Этим искусством прекрасно владела та знатная дама, про которую я намерен вам рассказать. Она не только вызывала у тех, кто ее слушал, веселый смех, но, как это сейчас вы узнаете, избавила себя от позорной смерти. В городе Прата некогда существовал суровый и постыдный, ни для кого не делавший исключений закон, присуждавший женщин, улеченных мужьями в прелюбодеянии, равно как и отдавшихся кому-либо за деньги, к сожжению на костре. И вот, когда этот закон еще действовал, некую знатную, красивую и безумно влюбленную даму по имени Донна Филиппа, муж Ринальдо де Пульези, ночью застал у нее в комнате в объятиях Ладзарина де Гвацальотри, уроженца того же города, благородного и прекрасного юноши, которого она любила, как самое себя, и который отвечал ей взаимностью. Ринальдо в порыве ярости чуть было на них не набросился, и если бы только он не боялся за это ответить, то прикончил бы их обоих на месте, столь сильный обуял его гнев. От убийства он воздержался, но зато потом, опираясь на працкий закон, не удержался, чтобы не потребовать того, что он сам не имел права совершить. Он потребовал казни для своей жены. Уликами он располагал неопровержимыми, а потому, дождавшись утра, недолго думая, предъявил жене обвинение и вызвал ее в суд. Донна Филиппа, женщина бесстрашная, как все влюбленные женщины, сколько ни отговаривали ее родные и знакомые, решилась непременно явиться в суд. Она предпочитала сказать правду и храбро умереть, нежели трусливо бежать, из-за неявки в суд обречь себя на изгнание и оказаться недостойной любовника, в чьих объятиях она провела минувшую ночь. Сопровождаемая целой толпой мужчин и женщин, убеждавших ее все отрицать на суде, она предстала пред градоправителем и, смело глядя ему прямо в глаза, недрогнувшим голосом спросила, чего ему от нее надобно. Градоправитель обратил внимание, как она хороша собой и с каким достоинством себя держит. В самом звуке ее голоса ему послышалась душевная твердость, и он пожалел ее. Более того, он уже боялся, как бы она не призналась в чем-нибудь таком, за что он, верный своему долгу, вынужден будет приговорить ее к смертной казни. Со всем тем ему ничего иного не оставалось, как подвергнуть ее допросу по поводу возведенного на нее обвинения. Милостивая государыня, начал он, сколько вам известно, ваш муж Ринальдо подал на вас жалобу, в кое он утверждает, что я стал вас мужчиной, с которым вы прелюбодействовали, и на основании этого требует, чтобы я, в согласии с действующим у нас законом, приговорил вас к смертной казни. Я же не могу вас приговорить, если вы не сознаетесь. — Итак, подумайте хорошенько, прежде чем отвечать, а затем скажите, правду ли показал на вас муж. Донна Филиппа немало не смутилась. — Мессер! — веселым голосом заговорила она. — Что Ринальдо мой муж, и что нынче ночью он застал меня в объятиях Ладзарина, а я много раз бывала в его объятиях, ибо люблю его пламенно и беззаветно. — Все это совершенная правда, я этого и не думаю отрицать. Однако ж, вам не может не быть известно, что законы должны применяться ко всем одинаково, и вводиться они должны с согласия тех, кого они касаются. Настоящий закон таким требованием не отвечает, он только горемычным женщинам не дает развернуться. А между тем женщины в состоянии удовлетворить многих. Мужчины же им в этом значительно уступают. Кроме того, когда этот закон вводили, женщины опрошены не были, согласия своего женщины не дали, вот почему его нельзя назвать иначе, как злодейским. В вашей воле применить его ко мне и тем погубить мою жизнь, а вместе с ней свою душу. Но прежде чем выносить какое-либо решение по моему делу, явите мне, пожалуйста, одну невеликую милость. «Спросите моего мужа, отказывала ли я ему когда-либо, вся ли я ему каждый раз отдавалась, и при том столько ли раз, сколько ему было угодно». На это Ринальдо, не дожидаясь вопроса со стороны градоправителя, поспешил ответить, что жена в самом деле безотказно исполняла все его желания. «А коли так, — подхватила Донна Филиппа, — позвольте вас спросить, господин градоправитель, если он берет от меня все, что ему только требуется и желается, то как же я должна поступить с излишком, который у меня остается? Собакам, что ли, его скормить? Ведь это может потеряться, может испортиться. Так не лучше ли услужить благородному человеку, который любит меня больше самого себя?» На расследовании дела столь обольстительной и столь знатной дамы собрался чуть ли не весь прата. Услышав забавное ее ответ, все захохотали, а потом досото насмеявшись, почти в один голос крикнули, что жена права и что она говорит дело. Прежде чем разойтись, горожане, поощряемые градоправителем, исправили закон. Теперь его можно было применять только к женам, которые изменяли мужьям ради денег. По всему обстоятельству Ринальдо, потерпевший неудачу с безрассудной своей затеей, удалился в смущении. Зато его оправданная жена возродилась домой с видом торжествующим и победоносным. Продолжение следует...